Приветствую вас. Давайте сначала я обращу ваше внимание на два момента. Первое. Почему вы выбрали мужчину сильно старше себя? Когда речь идёт о партнёре сильно старше, всегда можно говорить о потребности, о нужде в родительской фигуре рядом. А значит, о детской позиции другого человека, что без вас. И, соответственно, вы находитесь в детской позиции. Либо вас не взял в порядке в отношениях с отцом, либо наоборот. Отец был для вас слишком яркой фигурой, и вы, кроме него, мужчин других не видите. Но, по большому счёту, и то и другое не есть хорошо, и то и другое нужно выравнивать. В любом случае. В любом случае. Вот. Дальше. Вы обратились к мужчине за консультацией по работе. То есть это у вас служебный роман. Это второй момент. Почему с мужчиной в отношениях вы только на работе? То есть, вот этого разграничения между работой, между личным и профессиональным у вас нет. И это тоже может говорить об отсутствии как таковой взрослой позиции. На работе профессионалы, помимо всего остального, помимо работы мы обычные люди. Но общаться с тем мужчиной, с которым у вас есть совместная профессиональная деятельность, ну как минимум чревато. Тем более, с таким мужчиной, с которым как бы не всё понятно, вырастет, не вырастет, что это получится, не получится. То есть, исключения, конечно, есть, но точно не в вашем случае. Вот. Значит, он говорит, что отношения с женщинами его не интересуют, что в нём всё отмерло и т.д. Это такая, ну, поскольку мы не написали ничего другого, это такая, своего рода, уловка для того, чтобы казаться женщине загадочной. Опять же, это менталитет русской женщины, что вот она склонна к тому, чтобы либо жалеть, либо опекать, либо увлекаться тем мужчиной, который вот строит из себя такого вот несчастного, окружён орёлом таинственности и независимости. То есть, вам, ну, у вас как бы спортивный интерес покорить этого независимому мужчину. Да, то есть, сделать его своим, своим. Ммм, тут как бы опасная дорожка. Он так изначально себя ставит, что он независимый. Он и будет всегда, ну, всё время так себя вести. А вы всё время будете догоняющий, ведомый. Вы спросите себя, вам это нужно, постоянно инициативу проявлять. Вот как вы, эээ, хотели встретиться, на свидание его пригласили сами. В итоге, да, он, эээ, сделал, ночь у вас была. Но это не его инициатива. И он всё время вам будет говорить, что это вам нужно, что это вы нуждались в этом, что это он вам дал просто то, что вы хотели. И всё. А он, типа, ну, захочет, эээ, ответит, не захочет, не ответит. С его стороны заинтересованности нет, понимаете. Вот. Он постоянно мне говорил спасибо. То есть, он вас благодарил. То есть, эээ, он пытался снять с себя ответственность за то, что произошло. Не ходил на себя, на себя брать ответственность. А значит, не готов дальше к серьёзным отношениям. Опять-таки. А слова, от тебя идёт допрос, это означает, что он чувствует, что вы сюда от него требуете, но, эээ, как бы, не готов вам это дать, если это будет вредить его интересам. И, судя по его поведению, он и не даст вам это. В той форме, в какой вы хотите. Я не отрицаю этого, но, значит, ему со мной было не так уж и хорошо. Понимаете? Ему с вами, может быть, и было хорошо. Но он, эээ, грелый. И он думает о будущем. Знаете? Он опасается того, что вы будете от него требовать и дальше. Он опасается того, что вы станете делать его не свободным. Вы будете пытаться его окольцевать. А это ему не нравится. Это ему не по-другому. Он не хочет терять свободу. Ему нравится быть независимым. Ну, либо он боится сближения. Что для вас, в принципе, разницы никакой не играет. Что все слова благодарности и то, что он давно такого не испытывал. Просто попытка сделать приятное. Нет, почему? Это правда. Это правда. Только это говорит о том, что мужчины пытаются вам вернуть то, что вы ему дали. То есть это не поведение человека, который готов на серьезные отношения. Это не поведение человека, который готов к эмоциональным отношениям. К взаимовыгодным? Да. Возможно. К удобным? Да. Возможно. Это показатель удобства. Это показатель того, вот слова мужчины. Это показатель того, что он хочет для себя отношений удобных. Именно удобных. Столько и всего. Я не совсем понимаю его логику, поэтому не знаю, как вести себя с ним как друг, или попытаться предложить что-то большее, даже если не выйдет. Но вы уже предложили что-то большее. Теперь его, как бы, черед. Если он захочет с вами чего-то серьезного, он сам сделает первый шаг. Если не сделает первый шаг, значит он будет только так вот постоянно принимать от вас инициативу. Постоянно занимать позицию принимающего. Тут уже к вам вопрос. Устраивает вас такая позиция или нет? Он сказал, что если видеть, что отношений к будущему нет, то не хочет отбирать у человека его время. Это время. Ну, понимаете как? Он решает для себя, что в отношении нет будущего. И, соответственно, он не хочет, чтобы другой человек тратил на него время, потому что это обречено на право. Это не эгоистично, это справедливо. Просто вам это не нравится, потому что вы не контролируете ситуацию. Вам не нравится отсутствие контроля. Это да. Это да. А вот, как бы, не думать, что это эгоистично. Это справедливо. Может это просто оправдание, чтобы не встревать. Вот знаете, вам нужно от себя в первую очередь думать. Вам нужно от себя разобраться. Почему вот ему 40 хвостиком, а вас это не волнует. Почему он трудоголик, а вас это не волнует. Почему он никогда не был женат, и у него нет детей, а вас это не волнует. Смотрите, ему 40 хвостиком, это уже зрелая личность. Не был женат, значит, соответственно, есть определенные проблемы во взаимоотношениях с женщинами. И плюс трудоголизм. Это, по сути, подавление себя. Это, по сути, внутреннее обесценивание себя. Это сублимация нереализованной энергии, ну, как у алкоголиков. То же самое происходит. Какие чувства в себе человек подавляет? Работает. И почему он их подавляет? Работает. Нужен ли вам такой проблемный мужчина, который, скорее всего, не позволяет чувствовать в себе в силу ряда причин, и считает, что, ну, что другие тоже должны жить по его правилам, который сам не боится проявить зависимость от женщины, который не готов ограничить свою свободу ради другого человека, не готов пустить его к себе? Вам нужен такой мужчина? Если да, если вы готовы быть ведомым, если вы готовы быть инициатором, то, пожалуйста, принимайте его и предлагайте что-то больше, даже если не выйдет. Но страдать потом будете вы страдать и переживать. Вот. Так что на данный момент я рекомендую вам разобраться в себе, пока разбираетесь в себе, вести себя с ним, как друг друг, и посмотреть, что он предпримет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали. 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 Продолжение следует...